Санжар Тажиев и Витал Павловский на Найза Файтинг Чемпионшип 37 уже 5 марта, друзья, на Алматы-арене. Сегодня мы поговорим с этими обоими бойцами и между ними есть очень много недосказанных тем. Дело в том, что Витал Павловский проиграл нашему Санжар Тажиеву и, честно вам скажу, друзья, там зарешала желтая карта, а в частности Витал Павловский позволил себе ударить соперника Санжар Тажиеву в пах и за что и заработал желтую карточку. И по большому счету поединок был равным, но именно эта карточка зарешала и наш боец оказался сильнее. Но недосказанных тем между этими двумя жоунгерами осталось очень много. В частности, переходим к нашим гостям. Санжар, приветствую, салам алейкум. Витал, приветствую вас. Салам алейкум. Привет. Если ты помнишь, мы когда общались, у тебя были претензии непосредственно к Виталу Павловскому. Ты сказал, что ты не подашь ему руки ни в начале, ни в конце. И более того, ты сказал, что Витал Павловский не мужик. Скажи мне правду, я сейчас говорю. Правильно я донес твои слова или нет? Да, ты все правильно сказал. Ты все правильно сказал, но это мое личное мнение. Я на обострение это не говорил. Человек, который тебе руку жмет после боя и признает свое поражение, а потом едет в свою страну и выставляет пост, где я там симулировал, для меня это не мужчина. А в смысле? Где я тебе сказал, что я проиграл? Я сказал, что бой был... Я тебе говорю, ты не говорил, что ты проиграл, ты не говорил, что ты проиграл, но мы с тобой руки пожали, ты осознал, что хотя бы... Без проблем. Ну, я с тобой согласился же, я сказал, да, ничья желтая карточка решила, правильно? Ну, допустим, да. Ну, а почему ты выезжаешь в свою страну, уезжаешь и пишешь там пост, где я симулирую? Типа он... Так, я тебе и тогда говорил, что прямых попаданий в пах не было, и что я считаю, что ты симулировал. Я остаюсь при своем мнении... Ты так не говорил мне в разделе. Я говорил, я тебе говорил, что я тебе не попадал в пах. И, Санжар, нет смысла этого отрицать. Не только я, все это видели. Ты лежал, ты лежал минуты... Тихо, дай я скажу, пожалуйста, я тебе дам высказаться. Ты лежал минуты три, ноги подвесил, вылезли врачи. Там даже прямого попадания не было. Может, по касателям, вопросов нет. Давай я тебе в личку фото отправлю. Хочешь посмотреть? Не, не надо, не надо. Это ты кому-нибудь... Ну, а что ты тогда? Не сомневайся тогда, я тебе говорю. А то, что ты там честь мою задел, я тебе отвечу за это. Честь мою задел? Ну, объясни, пожалуйста, давай. Мне тоже интересно, Санжар, что ты имеешь в виду, когда говорю, что он задел твою честь? Когда он пишет в комментариях, пёс пуганный. Как вы на это смотрите? Ты именно так и поступаешь. Пёс пуганный. Э, клоун. Это что, ты не задеваешь мою честь? Ты говоришь, что я не мужчина. Ты начал, ты начал это. Я тебе объяснил, почему я так считаю? А я тебе могу, я тебе тоже объясняю, потому что ты... За пса, ты слышишь? За пса я тебе говорю еще раз. Я тебе еще раз за пса и за клоуна. Ты отвечаешь, иншаллах. Ну, мне это смешно слышать просто. Это забавно. Как смешно? Тебе смешно? Там смешно не будет. Там будет все по-другому. Там будет война. И вот именно что, игр больше не будет. Я старался сделать доброе, 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 красивое шоу. Во имя любви. Но ты не умеешь по-хорошему. Ты не умеешь по-хорошему. Если ты задеваешь честь человека, как по-хорошему? Ты что, ё-моё? Какая? Ты мне после... Ты мне после боя начал ближку писать уже. У них жди любезность и все остальное. Вообще это... Я тебе говорю, у тебя есть переписка вся. У меня вся переписка есть. Ты почитай там хорошенько. Конечно, конечно, есть. Хорошенько, почитай. Что я тебе там? Я тебе написал после твоего поста. Я тебе в директ написал после твоего поста. Сказал, зачем ты так пишешь? Мы же с тобой вроде руки пожали в раздевалке. И ты начал мне грудить. Стоп, стоп. Я тебе написал какие-то прямые оскорбления. Я написал свое мнение, что я не попадал в парню. Прямые оскорбления твои были в комментариях. Брат, я тебе неρω в комментариях. Давай меньше слов, больше дел. Покажем там, в клетке. Ты мне начинаешь такое. Ты не мужчины писать. В комментариях меня пытаешься постоянно задеть. Это ты начинаешь. Ты просто, я не знаю, это так смешно. Я когда вижу, когда ты мне отвечаешь, я думаю, боже, это просто кринш. Это просто очень-очень забавно. Забавно? Для тебя забава это, да? Оскорблять людей и задевать их чести, это забава для тебя. Я честь твою не задевал. Я не знаю, я не знаю, в том мире ты живешь. Пес, по-моему, как это понять, пес? Ты что, пес? Ты первый начал это. Не я это первый начал. Я тебе только что пояснил, почему я так сказал, что ты не мужчина, правильно? А я тебе это тоже пояснил. Я тебе тоже пояснил. Как ты мне пояснил? Скажи. Смотри, 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 смотри. Сейчас, секунду. Я считаю так, если человек пытается как-то укусить и убежать от страха, я считаю, что это, ну, как бы, как песик. Знаешь, когда собака лает за забором, лает так жестко, агрессивно, ей открывать... Короче, Вася, стой, 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 ей открывать дверь, ей открывать дверь, иди отдыхай, тренируйся, эй. Под жарным хвостиком просто убегает. Вот, вот, как я это вижу, друг. Все, ребята, господи. Благодарю Всевышнего, что Аллах дал тебе шанс себя показать. Благодарю Всевышнего, я тебе не дам второго шанса. Друг, 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 если бы не я, если бы не я, ты бы не был ни в каком майн-карте никогда в жизни. Никогда. Скажи спасибо мне. Если бы не ты, дурак! Эй, стоп, стоп, джентльмены. Давай дальше, это забавно. Так, джентльмены, стоп. Мы поругались. Да нет желания с ним разговаривать, Сула, я все сказал. Все, стоп, теперь, тебе слово. Будет битва с этим ребенком. Я покажу ему казахский дух. И когда... Ты говоришь, что я красивый. И задевает мишки казахов. Ты говоришь, что я красивый. Ты говоришь, что я красивый. Докажи нормально. Красивый? Да, ты говорил. С мазливым личиком. С мазливым личиком. Джентльмены, я сейчас скажу буквально, буквально приведу к каждому слова напутствия своему визави перед схваткой. Вы уже теперь встретитесь, наверное, только на пресс-конференции, либо уже непосредственно на взвешивании. И, наверное, будем заканчивать нашу конференцию. Витал, тебе первому слово. Твои слова напутствия своему сопернику Санжарда Живу. Поменьше слов у таких вот резких по типу ты не мужчина. Ну, вообще, все равно, понимаете, у меня нет к нему агрессии. Я не чувствую к нему какой-то прям жесткой ненависти. Да, у строли какой-то кипиш, вопросов нет. Но, опять же, он человек, и я не могу относиться к нему прям плохо, чтобы как-то называть его прям очень жестко. Санжар, тебе, я не знаю, нужно тебе здоровье больше, пей витаминки, и свой гонорар, и потратишь на витаминки, друг. Отлично. Я прошу тебя, ну, оставаться более сдержанным и своими высказываниями, и все будет хорошо. Санжар, вам слово. Я ему хочу сказать одно. Пусть он держит свое слово. Когда он жмет руки, пусть он показывает, что он мужчина. Пусть он не задевает чести людей. За честь можно и умереть. Можно, не раздумывая, умереть за честь. Так что, иншаллах, 5 марта покажет. Что сказать? Будем драться. Добро против два. Спасибо вам большое, друзья. А вам напоминаю. 5 марта. Любовь и добро победит. Добро, это я. Любовь, это ты. Добро, это я. Любовь и добро победит. Я добро, а ты? А ты любовь? Какое-то добро. Ты уже всем показал. Ты уже всем показал, кто ты есть на самом деле. Любовь и добро. Спасибо вам большое. Это отличную конференцию. А чего ты кулак так держишь? А чего ты кулак так держишь? Ты не сдержишь эмоции? Тебе дать сразу привидеть тебя. Сдерживай свои эмоции. Сдерживай свои эмоции. Сдерживай свои эмоции. Я тебе дам при встрече с тобой. Я тебе дам. Я не буду опускаться до такого. Смотри, Санжар. Я докажу в клетке. Санжар, Санжар, предупреждаю. Если будут вне клетки конфликты, ты начнешь ко мне агрессивно подходить, я ударю первой. Так что лучше не стоит доводить это. Лучше в клетке все выяснить. Не переживай. Может сорваться бой. Ты приблизишься ко мне. Я не буду сорвать бой. Я тебе на улице даже пальцем не трону. Я просто предупреждаю тебя и предупреждаю организацию. Чтобы не сорвался бой. Я не собираюсь до боя тебя пальцем трогать. Слышишь, да? Это может быть и после боя. Это лучше сказать, что у нас там здоровье. Если ты не подойдешь ко мне, не будешь эбиссердить. Потому что ты не вывезешь этого удара. Я тебе сто процентов говорю. Фу, ё-моё. Не будь таким высокомерным. Не будь таким высокомерным. Я не высокомерный. Не будь таким высокомерным. В смысле ты мне говоришь? Твой удар там. Так я тебе говорю, если ты ко мне подойдешь с агрессией, понимаешь, смотри. Тут дело такое. Тут добром я отвечаю на добро. Если человек ко мне идет с агрессией, я отвечу в 10 раз хуже с агрессией. Вот в чем вся суть, понимаешь? Вот в чем вся суть. Наруто, да? Какие-то чакры. А, по поводу Наруто я вообще не понимаю. Ну, ты просто, я не знаю, вот это вот, что ты скрываешь? У меня зуба нету. Тебе, интересно? Нет, ну, я же ничего не говорю. Зуба нету. С каждым может такое случиться. Проблем нету, типа. Ну, значит, ты стесняешься своей внешности. Вот, из-за этого я держу руку. Ну, вопросов нет. Все, все, я услышу свой вопрос. Вообще без проблем. Ну, типа. А смотри, а я красивый. У меня, ну, нормально, да? Да-да, после нашего боя ты не будешь таким красивым, не переживай. Кстати, да, у меня очень сильно распухает. У меня кожа очень чувствительная. Поэтому, если ты попадешь в пятницу... Ну, у тебя изменилось лицо. У тебя было милое лицо. Смотри, смотри, а как оно изменилось? Как оно изменилось? Вон там, что-то ты страшнее стал. Смотри. А что к чему... Что ты вообще говоришь? Ладно, это уже какая-то начинается, на кого надо. Так, ты, короче, не провокация. Я думаю, на этом там заканчивайся. Да, я не провокатор. Разговор начинает... Жесткий провокатор ты, ема... Жесткий провокатор. Добро за мной. Зло. Зло, ладно. Зло не ты. Ты любовь. Как ты можешь такое говорить? Да, добро ты любовь. И посмотрим, кто победит. Любовь. Как ты можешь такое говорить? Как ты можешь такое говорить? Баста, 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 чекетеры. Я сейчас слушаю, слушаю. Все, ребят, на этом большое спасибо, что уделили время. Давайте занимайтесь, подготавливайтесь. Я уверен, что это будет суперсхватка. Друзья, вы уже... Санжару вниз. Санжару вниз. Санжару вниз. 5 марта. Санжару вниз. Найза файтинг чемпионшип 37. На Алматы арене в городе Алматы. Если вы купите билет, вы получите нереальное шоу. Увидите его вживую. Либо смотрите его в прямом эфире онлайн. Непосредственно на Найза ТВ. Либо на Найза ТВ Русь. На этом у нас все. С вами был Сула, наш боец. Всем пока. Салам алейкум. Аривидарче. Субтитры создавал DimaTorzok